Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ильшат Гафуров принял участие в совещании с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. КФУ и Госкомитет Республики Татарсан по тарифам подписал соглашение о сотрудничестве. Микробиолог КФУ рассказал, как победить коронавирус. В адрес руководства Казанского федерального университета поступило благодарственное письмо от чрезвычайного полномочного посла Республики Интонезия Вахиды Суприяди за плодотворное сотрудничество между странами и сближение народов. КФУ является одним из немногих российских университетов, где ведется преподавание индонезийского языка. Изучение языка осуществляется в Институте международных отношений КФУ по направлению лингвистика. А теперь к другим новостям. 15 июня в режиме онлайн-конференции состоялось совещание ректоров российских вузов с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. В нем принял участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. О том, какие темы обсуждались по видеосвязи, вы узнаете в следующем сюжете. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации продолжает обсуждать с представителями высших учебных заведений новую программу повышения конкурентноспособности вузов. В ее основе принципы интеграции и кооперации научных и образовательных организаций, состязательность и конкуренция, открытость. Программа предполагает отбор в две категории – национальные исследовательские университеты и опорные вузы. 15 июня во время онлайн-совещания с министром Валерием Фальковым ректор КФУ Ильшат Гафуров озвучил свои предложения, касающиеся стратегии развития университетов. Было бы, может быть, целесообразно рассмотреть всего два трека, не деля их на НИО и на опорные, поскольку в опорных тоже два трека, по сути, то, что было озвучено, это университеты, которые являются опорными для отраслей и университеты, которые являются опорными для территорий. Так вот, критерии оценки, они тоже разные. Значит, можно было, ну, это лично мое предложение, предоставлять статус НИО тем, кто попадает в первую десятку или первую пятнадцать того или другого трека. Все предложения и вопросы по программе стратегического академического лидерства от Казанского федерального университета будут отправлены в министерство в письменном виде. Валерий Фальков подчеркнул, что ведомство пока только на этапе разработки программы и принимает разные предложения. Казанский федеральный университет и Госкомитет Республики Татарстан по тарифам подписали соглашение о развитии взаимовыгодного сотрудничества в области науки и образования. Все подробности далее. В голубом зале Казанского федерального университета состоялось подписание соглашения между КФУ и Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам. Основными направлениями сотрудничества является содействие в проведении научных исследований и разработок, представляющих взаимный интерес, подготовка кадров высшей квалификации, а также разработка совместных программ. В рамках соглашения планируется открытие школы тарифного регулирования. В планах профессиональная подготовка руководителей и ведущих специалистов ключевых отраслей и секторов экономики России. Учиться в школе тарифного регулирования смогут и выпускники средних образовательных учреждений и среднего профессионального образования не только с Республики Татарстан, но и с других регионов России. Лилия Талипова, Фарид Захитаглы, Универньюс. Ученые Казанского федерального университета совместно с компанией ЦРЭВРУМ создали методику, позволяющую обучить сотрудников в ведении рабочих переговоров. С ее помощью у человека есть возможность оказаться в обстановке, когда нужно общаться с клиентами, выходить из различного рода ситуаций и учиться вести переговоры. Подробности смотрите далее. Виар-технологии все чаще используются не только в развлекательных, но и в образовательных целях. Сотрудники лаборатории Digital Media, Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем совместно с Институтом социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета и международной компанией ЦРЭВРУМ создали методику, позволяющую обучить сотрудников в ведении рабочих переговоров. Поскольку мы являемся одной из ведущих лабораторий, и наш курс является одним из ведущих, к нам обратилась компания ЦРЭВРУМ. Они занимаются тоже обучением в виртуальной реальности. В какой-то момент они поняли, что им не хватает научной обоснованности их методик, выражения научной новизны, как правильно преподносить это обучение, как методически правильно его формировать. У них уже были определенные методики, но им нужно было проверить свои гипотезы. Мы начали до пандемии уже первое исследование, проверяли стрессоустойчивость в их виртуальных средах на небольшой группе людей тестовых. У нас прошло 15 человек здесь в КФУ. С помощью данной технологии человек оказывается в обстановке, когда нужно общаться с клиентами, учиться вести переговоры или правильно реагировать в непредсказуемых ситуациях во время работы. Мы хотим обучать эффективно, и виртуальная реальность – это инструмент, который позволяет это делать. Эффективно, 24 на 7, без тренеров, конвейерно, при этом с персональным подходом к каждому человеку, ученику. Экономически эффективно, и да, действительно, человек быстрее воспринимает информацию. В принципе, исследование показало, что человек с коэффициентом запоминания учитывается на 80% по сравнению с обычными источниками информации. Сначала ученые создали методологию, включающую правильную последовательность действий при реальных сценариях рабочего процесса с различными персонажами. После этого сценарии были воплощены с помощью технологий виртуальной реальности. В начале обучения каждый участник эксперимента просто зачитывал последовательность фраз для определенной ситуации. Позже часть слов пропадала, и их надо было восстановить по памяти. На третьем этапе участников просили восстановить фразы полностью. При повторении подобной ситуации в реальном мире фактор стресса значительно снижается. Ответы собеседника перестают быть неожиданными. Мы следим за тем, куда человек смотрит, потому что шлем позволяет это отслеживать. Мы следим за тем, как человека голова движется. Мы следим за некоторыми еще другими параметрами, например, как он управляется манипулятором. Кроме того, после исследования мы проводим вопрос. Впоследствии мы хотим добавить ЭЭГ, чтобы снимать бионеросигналы человека. Как он это воспринимает, нервничает ли он, как он эмоционально выгружен, какие эмоции он испытывает. То есть сопоставлять эмоции реального человека с виртуальным миром. И, соответственно, из этого делать какой-то образовательный прогноз. Исследования показали, что виртуальное обучение обеспечивает большую концентрацию внимания, чем при занятиях в традиционном формате. Во время таких тренировок происходит полное погружение в воспроизведенную реальность ситуации, что позволяет формировать коммуникационные навыки быстрее. Эльвира Зорина, Фаридзе Хитаглы, Универньюс. Коронавирус обрушился на планету и продолжает распространяться. На данный момент все ученые мира пытаются найти способ лечения этой инфекции. Микробиолог Казанского федерального университета рассказал, как возможно вылечить COVID-19. Подробнее в следующем сюжете. Пандемия обрушилась на планету и продолжает распространяться. Сейчас все ученые мира пытаются найти способ лечения этой инфекции. Доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины Казанского федерального университета Павел Зеленехин прокомментировал ситуацию в мире. И рассказал, каким способом возможно избавиться от вируса. Нужно, чтобы у необходимого количества людей соревновалась иммунная защита. И все это сделано для того, чтобы коэффициент репродукции вирусов был меньше единицы. Соответственно, будет меньше единицы, то это означает, что один болеющий человек передаст инфекцию по цепочке меньше, чем одному следующему человеку. Или только в такой ситуации мы можем увидеть плата числа активных случаев и дальнейший спад. Ученый рассказал, что не стоит верить разработчикам вакцины, тестирующим ее на себе. А переливание плазмы крови переболевших пока показало свою неэффективность. Дело в том, что когда мы что-то новое начинаем применять в практике и видим какой-то результат положительный, то это может не означать, что действительно метод или препарат обладает положительным действием. Это может быть следствием самых разных факторов. Ну, например, то, что врач может тем пациентам, которых надеется вылечить, он может давать препарат. Неосознанно это происходит, выборка происходит. А тем пациентам, которым уже ничто не поможет, но у них эти препараты не дают. Об этом получается, что вот людям, которым препарат или какой-то метод к ним применили, они выздоравливают, значит, что этот метод хороший. Это не до конца правильно, потому что для того, чтобы выяснить, действует ли препарат или метод, нужно проводить специально организованные, нарандомизированные, двойные слепые клинические испытания. Пока эпидемия переходит на новые этапы, ученые не стоят на месте. И поэтому остается только верить, что когда-нибудь все обязательно наладится. Напомним, университетская клиника Казанского федерального университета приступила к проведению исследований, предназначенных для выявления антител коронавирусной инфекции. Соответствующие анализы в клинике вуза могут сдать все желающие. С 8 до 10 по адресу Вишневского, 2А. Подробности можно уточнить по телефону. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова